Наши любимые джазмены и друзья буквально вчера вернулись из Европы. Квинтет Либерти покорял иностранную публику, и мы с гордостью скажем, что делали это музыканты с большим успехом. Гран-при международного фестиваля в Польше достался именно им. И, конечно, нам хочется узнать все из первых уст, поэтому мы с удовольствием встречаем у нас в студии художественного руководителя коллектива Дмитрия Шеремета. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Во-первых, поздравляем! Да. Еще один успех у наших друзей. Мы так это можем говорить уже в утреннем эфире, что вы наши друзья. Потому что, да, за плечами не один совместный проект. Это точно. Впечатления? Делитесь впечатлениями. На самом деле впечатлений действительно много и творческих, и эмоциональных, человеческих. И мы впервые в Европе на фестивале, мы впервые общаемся дома у гостей этого фестиваля, у хозяев фестиваля, поскольку, в принципе, с некоторыми из участников фестиваля и организаторами мы были знакомы давно, мы встречались на других фестивалях. И благодаря этим связям мы и получили приглашение на этот фестиваль. Нужно сказать, что фестиваль долгожданный для нас. На протяжении трех лет мы пытались попасть на него. В этом году, наконец, свершилась наша мечта. Мы поехали, и, по-моему, довольно удачно. Вот результат налицо, собственно говоря. Да, действительно, мы с особым трепетом ждали результатов, поскольку мы понимали, что, в принципе, мы в числе фаворитов, отсматривая другие коллективы. Но были серьезные конкуренты. Ансамбль, например, из Сербии, а-ля Брегович, а-ля Фанфара Чукрылия, кто знает подобного плана музыку, это просто нечто. Но мы выиграли на том, что мы профессиональные музыканты, и мы преподнесли нашу программу публике на профессиональном уровне, отработанную, четкую, подготовленную. У нас большой уже опыт фестиваля, поэтому мы иногда знаем, как правильнее преподнести свое выступление и для зрителя, и для жюри, в данном случае, если мы говорим о конкурсной программе и фестивале. А много было участников? Какой был состав? Да, и что за коллективы? Участников было относительно немного, может быть, если судить по другим фестивалям. Но это были замечательные коллективы. Это были коллективы из России, из Белоруссии, из Польши, из Сербии, из Бельгии, Германии. Это были коллективы как молодежные, так и профессиональные. Это были как ансамбли, так и оркестры. Поэтому было интересно отсмотреть выступления и других участников фестиваля. Для нас это тоже практика, для нас это тоже новые знакомства в обязательном порядке. Наверное, в первую очередь, общение на фестивале – это новые знакомства, новые связи, которые в будущем помогают развиваться, получать новую информацию для коллектива, получать новую информацию для участия в будущем каких-то фестивалей. И вот предыдущие связи, вот они таким образом сегодня нам помогли, мы побывали на фестивале, нас замечательно встречали, нам радовались, поскольку организаторы тоже нас ждали три года. Кстати, как относились к вам, как гостям из Приднестровья? То есть, насколько там известно о нашей стране, о республике? У меня была возможность выступить на международной конференции, которая была, в принципе, посвящена развитию духового движения в европейском фестивальном контексте. Но помимо основной тематики о развитии и становлении Брас-ансамбля дикселендов, мне удалось рассказать о нашем крае, о истории и становлении республики, и это вызвало интерес как у иностранных слушателей, членов жюри, так и у российских, которые не всегда знают какие-то особенные подробности. Мы счастливы тем, что нам удалось выступать под Приднестровским флагом. Наш флаг висел на всех мероприятиях рядом с флагами других стран-участников. Здорово. Мы проходили по центральной улице города с флагом Приднестровской молодой республики. И этому доказательство и то, что написано на дипломе, причем это на польском языке звучит довольно интересно, в Приднестрове, Террасполь. В этом тоже наша миссия. Помимо того, что мы пытаемся развиваться в дальнейшем, благодаря фестивалям, что мы вносим свою изюминку в разного рода музыкальные форумы, задача заявить о себе, как о представителях нашей республики, рассказать, по возможности приглашать их к нам. Поэтому вот все эти задачи, которые в принципе ставятся перед любым коллективом при поездке и участии в международных музыкальных форумах, мы их выполнили. С успехом. Мы довольны. И даже перевыполнили. Это, кстати, впервые в истории нашего коллектива Гран-при. У нас были несколько первых мест в фестивалях международных Гран-при впервые. И я еще, честно говоря, не очень осознаю этот факт. Но он, так сказать, рядом с нами. Самый большой везли, да? Да, овации публики и комплименты жюри были для нас приятны. И, так сказать, такой определенный, наверное, карт-бланш. Мы всегда оцениваем это как задел на будущее развития коллектива. Мы пожелаем вам и вашему коллективу успехов, развития. Еще раз поздравляем. И спасибо вам за то, что за пределами нашей страны доносите до всех о том, что вот есть такая республика Приднестровья, и в ней живут такие прекрасные, талантливые люди. И в завершении нашего диалога хотелось бы услышать ваши пожелания для наших телезрителей. Дорогие друзья, если вы чего-то хотите добиться, то делайте это, стремитесь. Три года мы шли к этому, пришли. Всех вам благ, замечательного дня и прекрасного настроения в отпуске. И уже традиционное завершение наших бесед с гостями. Небольшой презент от наших партнеров компании Тианде. Это вам. Спасибо, что это утро провели вместе с нами. Поделились своими эмоциями. Еще раз поздравляем и гордимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.